начнем пока значит мы в прошлый раз с вами познакомились с тем как вычисляются магнитные моменты в оболочной модели ну и увидим, что некоторое качественное согласие есть но количественное согласие не очень хорошее ну и причина в общем-то понятна потому что есть поляризация кора нуклон, который крутится поверх заполненного кора естественно, из-за спин и спинного взаимодействия если вы выстроили спину нуклона то спины нуклонов кора тоже, из-за этого спинового взаимодействия тоже подстраиваются под него и поэтому это влияет на магнитный момент естественно нуклона потому что тогда появляется вклад от магнитного момента кур но этот эффект поляризации он в этом смысле понятен Сегодня мы обсудим ситуацию с квадрупольными моментами. И тут ситуация гораздо более интересная оказывается. И довольно хитрая. Значит, квадрупольный момент определяется как следующим образом. Значит, квадрупольный момент по соглашению, по-нашему, это есть среднее значение по состоянию полной проекции, равной максимальной. Ну, а величины r квадрат 3 косинусу квадрата это минус единица. Ну, я написал уже выражение, когда у вас просто один угол дает вклад, а корж считает сферическим. Просто есть там один уклон на пустом уровне, не заполнен, а все остальное заполнено и, естественно, оно будет свереческим. Как казалось бы. Так, ну вот теперь надо все считать вот это в среднем значениях этого пятного уклона. Ну, как всегда, в таких случаях надо считать не саму вот эту величину, а просто тензор. Среднее значение будет по угловым состояниям от 3NiNk минус ΔIk. Да, ну и, как всегда, давайте здесь напишем M, а здесь M4. Угловые переменные поставим сюда. А по J у нас среднее значение, а по L мы считаем различным от 4NiNk. Ну, в таком виде мы, опять же, можем использовать эту векторную модель. Что, поскольку у нас диагональный по J элемент, то умножение на J вам не будет менять момента полного, а будет менять только проекции. И мы можем, просуммировать там магичные элементы момента по проекциям, просто перемножить их. И написать, что, да, в духе векторной модели мы должны писать. на самом деле, что эта вечерняя цена равна A, а здесь стоит некоторая А, а здесь стоит M. Ну, а тут стоит центр, составленный из моментов. ЖIGK плюс ЖКЖВ, если бы он должен быть симметричным, И в минус две третих дельта пинка ножи квадрата. Так, бесследованный симметричный бесследованный тензор. Постройки из момента. Ну, это мы можем определить. То есть, если мы сейчас умножим слева и справа ножи, реформируем по проекциям. Тогда я дальше не буду писать. Просто проекции явно. А посмотрим, что будет у нас здесь. Значит, здесь у нас получится выражение такое. Квадрат в левой части. А здесь будет стоять средняя уже. 3g умножить на n минус g на g плюс 1. Где я просто написал уже. Написал уже g квадрат сразу. g на g плюс 1. g умножить на n. g умножить на n. g умножить на n. Это равно просто n умножить на n. Поскольку n и n автогональны друг к другу. Травец вектор и нумент автогональны. Ну, а sn в квадрате равно просто 1 и 4. 1 и 4 на 1 и 4 на 1 и 4 на 1 и 4. Поэтому тут стоит такое выражение. Это будет равно r квадрат. Я напишу на 4. А тут стоит 3 минус 4g квадрат минус 4g. Ну, этот квадрат минус 4 разлагается на множители элементарно. И получается следующее. Это и есть f квадрат. Значит, 4. А здесь будет стоять знак минуса. Во-первых, будет. Здесь будет стоять 2g минус 1 умножить на 2. g плюс 3, да? Плюс 3. 2g плюс 3. Вот такой получилась левая часть. Среднее значение. Ну, я обращаю ваше внимание, что даже равного 1,2 у вас получается ноль сразу. То есть ядро со спином 1,2 по другопольному моменту среднего значения иметь не может. Ну, это естественно. Это просто следует из правил отбора. Потому что другопольный момент несет момент двойку. А если здесь одна вторая и здесь одна вторая, то двойку никак не сложите. Просто сложение момента вам правила отбора такое запрещают. Такие средние. Так. Ну, это левая часть. Так. Теперь правая часть. В правой части у вас стоит следующее выражение. Значит, в правой части у вас стоит а. А здесь стоит средняя от g четвертой. Я думаю, что так. g квадрат. Все в квадрате. Дальше. Плюс g i, g k, g i, g k. Я только умножаю справа на и слева. Ну и минус 2 третьих. Снова g квадрат. Квадрат. Вот такое среднее значение. Значит, тут единица минус 2 третьих остается 1 третьих. А теперь вот это надо расписать. Ну, это мы расписать можем очень просто. Ну, давайте переставим вот эти два между собой. g i, g k, g i, g k равно g в квадрате. Значит, мы переставили вот эти два. Получилось g i в квадрате и g k в квадрате. Так. Дальше. И мы должны добавить коммутатор. Плюс g i, коммутатор, g k, g i, g k. Насчет коммутатор, здесь и епсилон, если что равняется, g квадрат, все в квадрате. Плюс и епсилон, как и r. Дальше здесь стоит g i, тая. Надо порядок соблюдать. g l, тая. И g k, тая. g k, тая. Значит, смотрите. Вот i и r, i и r стоят. Это есть g на g векторное произведение. Если вы помните из квадрата механики, то есть такое твердое, что g вектор на g равняется i на g. Прямо следует из коммутатора. Прямо следует из коммутатора. Ну и тогда тут получается минус g квадрата. Поэтому просто я напишу, что это выражение равно... Значит, тут была одна треть, еще одно g квадрат, стало 4 третьих. А здесь будет 4 третьих. g квадрат, все в квадрате. Так. И еще минус g квадрат. Минус g квадрат. Значит, это g на g плюс единица в квадрате. Здесь g на g плюс единица. Значит, g квадрат выносим. Там остается снова то же самое выражение такого же типа. 4 g на g плюс единица минус 3. Прямо. Такое уже выражение. Поэтому прямо можем написать сразу ответ, что здесь будет... Это равно вот чему? Это будет равно а на 3. Здесь g на g плюс единица. Это мы одно вынесли. Одно вынесли. А здесь как раз стоит вот это выражение. 2g без единицы умножить на 2g плюс 3. Прямо то же самое выражение. Ну, теперь если приравнять одну к другому, то мы видим, что величина а у нас определяется через r квадрат среднее. И она равна минус 3 четверти. Здесь будет r квадрат среднее. И делить на g на g плюс 1. Вот это самое g на g плюс 1. Это уже осталось. Эти все сократились. Эти все сократились. Ну вот. Теперь подставляем, берем zz компоненту. Подставляем величину а. Берем здесь zz компоненту с максимальной проекцией. Тут будет g квадрат, g квадрат. Минус 3 третьих. g на g плюс единица. Вот. И в ответе получается. Вот другой момент q. Который в таблице есть. Он есть минус r квадрат среднее. А здесь будут стоять 2g с единицей. Делить на 2. g плюс 2. g плюс 2. Здесь половинка. g плюс единица стоит. Ну вот опять же. Видите? Появилось 2g плюс единицы. Которые говорят о том, что для спины 1,2 квадрат в полный момент должен быть равен плюс. Так. Я обращаю ваше внимание, что он получился отрицательный. Всегда. Всегда отрицательный квадрат в полный момент. Но отрицательность его объявить довольно просто. Потому что смотрите. Если у вас имеется отдельный уклон. И вы берете орбиту с максимальной проекцией момента. В какой плоскости будет лежать эта орбита? По отношению к оси z. Есть ли момент. То есть проекция максимальная. С максимальной проекцией где сосредоточена орбита? rồi. Вы không như cryingaczego, кто х Ron, но если вспомнить, что функция y rl, которая синус square в степени то где она отлично от нуля? да, она в плоскости xy будет вот эта пик в половину должна быть тогда функция максимальная ну это естественно, потому что если эта частица у вас в максимальный момент имеет проекцию то она будет двигаться в плоскости третиндикулярной cz тогда будет максимальная проекция момент будет направлен под cz значит плоскости xy означает, что по отношению ко сцез это орбита сплюснута если орбита сплюснута cos 0 то у вас получается минус r-квадрат ну и действительно, если мы возьмем g устремим к бесконечности, чтобы классическому футболу получился то я получу минус r-квадрат когда g стремится к бесконечности у нас получается минус r-квадрат такой классический футбол То есть мы получили, что все частицы, все ядра, у которых имеется один нуклон сверхзаполненного уровня, они должны иметь отрицательный подвупольный момент. Ну и давайте посмотрим, что это на самом деле. Ну вот, например, да, сейчас давайте мы включим, посмотрим, чтобы уровни было видно. Ну что, чтобы было видно уровень, посмотрим на схему уровня снова. Да, вот тут нарисована схема уровней. Значит, вот возьмем два федора. Ведро в ней идет. Купрум-63 и Купрум-65. Значит, у него, что у него? Нечертый протон находится на уровне 2П3 вторых, вот здесь. Вот эта оболочка заполнена. Вот здесь находится один протон. Ну и действительно, у него есть спирт 3 вторых федора. Ну и если посмотреть, как буду пользу магнитных, то действительно, где, значит, минус Q равен минус 0,16 в бане, а здесь, в уровне минус 0,15. Чем они включаются, эти ядра? Только дело, что есть еще пара нейтронов. Добавлю. Здесь 63, здесь 65. Это включается на два нейтрона. На протон, седет на оболочке 2П3 вторых. Ну, действительно, это касательно. Ну и что там, 0,16 в бане, это если вы изучаете, там, R0 квадрат на об степени 2 третьих, еще возьмете 3 пятых, это будет близко к тому, что это R квадрат в среднем. Близко к R квадрат в среднем. То есть вроде бы ничего. Ну, еще одно хорошее ядро, это Висмут-209. Это ядро следующее за свинцом. За свинцом у свинца 82 протона. Значит, вот протон у Висмута сидит вот на этом уровне. Аж 9 вторых. Большой момент. У него пятерка. Ну и посмотрите на квадрухольный момент. Квадрухольный момент тоже действительно унициателен. И равен минус 0,4 в банке. Минус 0,4. Ну, в общем, вполне укладывается во все две третьих. Достаточно качественно укладывается. Ну, количество на количество не совпадает, но так вот качественно, да, по порядку величины действительно с 3 пятых квадрат средний получается. Так, теперь, значит, мы в прошлый раз говорили про свойства течетных и нечетных операторов. Что если мы теперь будем рассматривать ядро с одной дыркой, то поскольку квадрухольный момент является течетным оператором, то тогда среднее значение квадрухольного момента у ядра с одной дыркой должно быть положительным. Должно быть положительным. Ну, вот пример такой есть. Например, эзотопы 2-эзотопа калия. Значит, вот калий-39, у которого вот здесь там 19 протонов и 20 литронов. И калий-41, у которого по-прежнему 19 протонов и 22 литрона. Ну, на пару митронов. У него, вот в этой оболочке, калий, вот здесь кальций-20, значит, вот тут вот есть одна дырка на уровне D3-вторых. D3-вторых. По идее. Если... Да, D3-вторых должно быть. Дырка одна. Ну, и действительно, квадрухольный момент у него здесь почти одинаковый 0.09 ваку. А здесь... Нет, тут 0.11. А здесь 0.09 ваку. 0.09 ваку. Но только тут, если посмотреть, посмотреть на абсолютную величину, то вот эти величины, они с 3-пятых r-квадрат, они сихо промешают вот эту величину 3-пятых r-квадрат, в которой есть r-квадрат серийный, для равномерного распределения вещества. Для равномерного распределения вещества. То есть заметно больше. Ну, если еще, например, другой пример. Гор-11. Гор-11, если вы посмотрите, у него вообще дырка вот тут. P3-вторых. P3-вторых. Одна. Ну, еще есть индий-100-13. Гор-11. Индий- 113. Дырка в G9-вторых. Вот здесь почти незаполненная протонная в уровне. Ну, и тут, получается, все равно убор 0.05. Что, ну, совсем уж никак. Тут 39-6, тут 11, а в степени 2-3 никак не укладывается. Здесь заметно больше. Но тут вообще 0.83 бар. Что тоже вообще. Смотрите, вот тут виск 209, 4-, а тут 113 частицы, 0.83. Заметно больше. Вот. Ситуация с квадропольным моментом типичная. Обычно вот такая ситуация она всегда есть. Обычно величина квадропольных моментов превышает на самом деле, систематически превышает то, что предсказывается вот этой оболочной модели. Но это еще ничего. А если вы возьмете, например, серу. Серу. Серу 32. У нее по 16 протонов и по 16 нейтронов. вот вот эти два уровня заполнены. Видите, вот эти два уровня заполнены. 16 протонов и 16 нейтронов. Вот. Поэтому, если вы возьмете серу 33, серу 33, то у серы 33 будет один лишний нейтрон вот здесь сидеть. Ну, и у серы 35 тут будет три нейтрона сидеть. серу 35 нечет и нейтрона у частицей. Так у нее подругольный момент вполне приличный. Ну и при этом значит, вот если вот здесь серу серу сколько там 33 это 3 и серу 35, то здесь будет минус 0.06, а здесь плюс 0.06, бар. Все бы бар. Бар. Все бы ничего, но только вообще-то нечетная частица является нейтроном, у которого заряда нет. поэтому электрический подругольный момент такого ядра по идее должен быть в оболочной модели просто равен нулю. А он не ноль. А он не ноль. Вот. Ну и на самом деле, если вы отойдете от замкнутых оболочек подальше, когда у вас много в уклонах незаполненные оболочки будут, может не один уклон где-то здесь, а вот несколько уклонов, достаточно околных, то там вообще ситуация совершенно другая. Там квадрукольные моменты в 10-100 раз превышают то, что оболочная модель может предсказать. То есть вообще качественно, совершенно все не так. Но это наводит на мысль, что на самом деле у вас вообще говорят может быть просто сам кор деформирован. Сам кор деформирован. То есть не за счет внешних нуклонов, а вообще просто весь кор, все ведро является деформированным. То есть нуклоны движутся в деформированном поле. Все нуклоны. Все нуклоны движутся в деформированном поле. Ну при этом Но я хотел отметить, что тот факт, что, скажем, если спин ядра равен нулю, то среднее значение квадропольного момента, конечно, равно нулю всегда. Но это вовсе не значит, что форма ядра будет сферической. Потому что форма ядра и величина среднего значения квадропольного момента, они друг с другом, вообще говоря, не связаны. Прямо не связаны. Зануление квадропольного момента для спина равного нулю означает просто, что все ориентации в пространстве равновероятны. Ну и поэтому, каким бы квадропольный момент ни был, при усреднении вы получаете ноль. Просто из-за того, что у вас все ориентации в пространстве равновероятны. Вот. Но форма ядра, при этом, может быть вполне деформированной. Форма ядра может вполне быть деформированной. Ну, спрашивается, а как тогда установить форму ядра? Есть деформация ядра или нет? Ну, это, как мы увидим дальше, это сказывается на спектре возбуждения ядра. Потому что, если ядро деформировано, то деформированное ядро может вращаться. Потому что для сферического ядра понятие вращения, в общем-то, не определено. Потому что у нас есть синедия сферическая. А деформированное ядро, у него ориентация в пространстве вполне может меняться. Это чаще, что оно может крутиться. Крутиться. То есть, у такого, и надо, он будет, спектр вращательного типа, который зависит от ЖИКО, ЖИНОЖИП-1, деленное на два момента энергии. Ну и вот такие спектры, конечно, наблюдаются. Мы про это будем еще говорить. Теперь, а вообще, почему ядро-то будет деформироваться? Что заставляет ядро деформироваться? Ну, картинка была предложена очень простая. Мы сейчас постараемся ее как-нибудь реализовать. Значит, картинка выглядит следующим образом. Значит, вот здесь у вас ядро человеческое. Вот у вас есть сферическое ядро. Так вот. Буду считать, что это сферическое ядро. И вот здесь у вас крутится ничем не внук. Один или нет. Если у него момент большой, то, конечно, он крутится на поверхности. Близко к поверхности ядра. Ну, а моменты с ростом, там числа на вход, действительно, момент растет. Средний, крутится вблизи поверхности. Ну, и это означает, что у него на поверхности ядра он давит. Естественно, раз он крутится в больших моментах вблизи поверхности, значит, он давит на поверхность ядра. Ну, и тогда, естественно, если он давит, то он может ядро деформировать. И дальше, все зависит от того, уменьшается от этого энергия или не уменьшается. Если у вас в результате деформации... Ну, понятно, что деформация, мы видели, что есть поверхностная энергия. Поэтому, желаю, деформация увеличивает поверхностную энергию. Это не выгодно. Сферическое ядро. Но зато, если у вас тут этот наклон в результате такой деформации будет иметь меньшую энергию из-за того, что там больше перекрытия с веществом и притяжение эффективно и сильнее будет действовать. В основном с притяжением между частицами. И если это притяжение будет приводить к тому, что выигрыш в энергии у такой орбиты в результате деформации будет больше, чем проигрыш за счет того, что вы скоро деформируете за счет поверхностной энергии, то тогда, естественно, будет деформация. Ну, а если выклонов много, то этот эффект будет больше. И в конце концов, действительно, будет, должна появиться деформация ядра. Ну, это вот такие, как это, пальцевые соображения, откуда может взяться деформация. Ну, тогда, да, ну, вот это пальцевые соображения, давайте мы их как-нибудь немножко формализуем. Формализуем. Построим какую-нибудь модель, которая бы объясняла, ну, простейшую модель, которая бы объясняла появление деформации. Значит, значит, вот, ну, клон движется в среднем поле. Ну, клон движется в среднем поле, которое создаётся всеми частицами кора. Всеми частицами кора. Значит, давайте мы будем деформировать вот этот кор. Деформировать этот кор, ну, не для этого. Сделаем некоторые преобразования координат. D на R равняется R штрих. Это R штрих, оно уже бесперическая деформация. Теперь, смотрите, мы должны деформировать ядро так, чтобы при этом сохранялся объём. Сохранялся объём. Вот. Теперь, что произойдётся к непотенциальным поверхностям при этом? Значит, вот, в величественном везде у вас и к непотенциальным поверхностям тоже будет сфер. Если вы его деформируете, то тогда эти кипотенциали тоже деформируются. И превратятся там вот такие-то какие-то картинки. Но при этом, из-за того, что плотность ядра не изменилась, величина потенциала на этих поверхностях останется такой, что такое оно было на сферическом ядре. У вас плотность не изменилась. Всё осталось по-прежнему. Поэтому вот значение потенциала вот на этой потенциале и на этой будут одинаковы. Будут одинаковы. Ну и тогда мы можем написать, что потенциал вот в этой точке, ну пусть в этой точке есть координата вот здесь очки, то есть эта координата будет прям, например, координата R, то потенциал вот этой точки, он отвечает потенциалу точки, полученной обратным преобразованием. То есть в нашем случае это вот R' новая координата, то он будет отвечать потенциалу, полученному обратным преобразованием вот в эту точку. То есть вы должны написать, что потенциал, деформированный, наш пуш-тейн от r, это и есть потенциал у сферический от d-1r. То есть, просто приравняли потенциал в соответствующих точках. Вот этот потенциал деформированный, а этот потенциал синхрический. Вот этот новый потенциал мы построили из сферического. Теперь, дальше, что это за операция деформации? Ну, это мы уже с этим встречались. Ведь деформация мы знаем действие, вот это действие. Это сводится к тому, что у вас возникает вместо r, у вас возникает r умножить на единица плюс су. Туман по лям дам ню, аль по лям дам ню, или дам дам ню, аль фето и пи. Вот это есть ht, вот это, ну и тогда, значит, если это обратное преобразование, мы должны написать, что потенциал там зависел только, вот здесь он зависел только, вот этот потенциал зависел только от радиуса. Он сферический симметричный. Ну и поэтому можно написать, что это равно u от f деленно на вот эту самую единица плюс сумма по лям дам ню аль по лям дам ню на y дам ню сферический симметричный сферический симметричный вот это обратное преобразование вот потенциал получился зависимым другом в результате такого преобразования ну а дальше, если мы будем считать, что деформация мала, то естественно разложить это дело ну и мы получим, что потенциал вот этот у штрих от r деформированный он есть u от r это вот движение плюс минус, вернее, поскольку это изнаменатели минус r на du под r ну а здесь стоит вот эта сумма по лям дам ню аль по лям дам ню на и дам 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 н вот n ну вот получился вот влияние деформации влияние деформации так значит, смотрите потенциал внутри практически постоянный поэтому производная внутри ядра будет близко к нулю а максимальная производная будет на поверхности ядра на поверхности ядра на поверхности ядра ну и при этом на поверхности ядра du pdr положительно du pdr положительно поэтому видно, что вот этот штрих du pdr с r с до знаком минус будет отрицательный вклад ну а дальше все зависит от того какое будет среднее значение от y на поверхности на поверхности это может быть один знак то есть знак на самом деле здесь еще не фиксирован знак вот этого выражения фиксирован а вот этого не совсем не совсем фиксирован значит, что мы получаем мы получаем, что у нас задача завелась к тому, что мукло движется теперь в сферическом поле а в поле которое описывается параметрами альфа гамдоми альфа гамдоми альфа гамдоми ну и тогда и тогда значит, одночастичный гаментониан у нас если мы все добавим генетическую энергию то мы получим полный гаментониан описывающий движение наклона вот в таком виде значит, H одночастичного я напишу S S S даже вот так S с черточкой вижу через черточку это есть физическая энергия плюс потенциальная энергия вот это есть химический гаментониан который был а тут минус вот некоторая Каппа на сумму по лямдомю альфа лямдомю на пили лямдомю от ряда ну и в простейшем случае значит Каппа от р Каппа от р который R на ДУ по ДР ну это есть некоторые константы там типа какой-то там R0 а здесь стоит U0 на эту функцию от R-R0 прямо на порядке R-R0 ну если мы взяли нам вот в таком виде вот это R0 а это U0 я прямоугольной ямы вот это будет простейшее воротение Сюда все наркитальные эффекты включены сюда вот эти различные а а есть э мы Значит, если мы написали, что ядро деформировано, у него есть параметры, альфа-ляргамию, мы же знаем, что у нас эти параметры могут зависеть от времени. То есть ядро должно колебаться. Ядро может колебаться. И тогда наша задача становится уже совсем не атактичной. То есть мы должны одновременно учитывать движение муклона в поле, которое меняется во времени. То есть еще сюда мы должны добавить, на самом деле, габритониан, жидкокапельные модели, которые описывают в зависимости от времени вот этот самый альфа-ляргамию. И тогда у нас получается вот такая модель сложная, сразу же очень сложная модель. Ну и понятно, что тут надо смотреть. Должны ли мы решать такую сказку, изначально сложную картину, или у нас есть какие-то параметры, которые могут разделить эти степени с вами? На самом деле, такой параметр есть. Вот если вы вспомните молекулу двухатомную, то в двухатомной молекуле у вас есть движение электронов вокруг ядер. Это не движение самих ядер. Движение самих ядер – это аналог вот этого самого, в зависимости от альфа-ляргами. В молекуле движение ядер – сигнал медленное, по сравнению с движением электронов, со скоростями электронов. Поэтому всегда вы можете электронной орбитой рассчитывать, считая, что форма ядер неподвижна. Ну, форма молекулы, извините, неподвижна. То есть это то, что называется адиопатическое приближение. В случае адиопатического приближения вы считаете, что форма ядер неподвижна. И тогда вы можете зафиксировать форму ядер, найти орбиты электронные. А затем уже рассматривать движение колебательные ядер и вращательные, считая, что электроны успевают подстроиться. И не возбуждаются от этого. То есть взаимодействие электронных и колебательных вращательных степеней свободы в этом случае можно пренебречь. Ну вот в ядре ситуация, на самом деле, не такая хорошая. Там есть параметр. Если вы помните, параметром является отношение массы электронных к массе ядра в степени 1 на 2. Корень из замка. Это хороший параметр. В ядре ситуация гораздо, ну, совсем не такая. Но, тем не менее, качественная картина мы можем получить, предполагая, что действительно, орбиты электронные движения науклонов в ядре гораздо быстрее, чем скорость изменения деформации. Есть такой параметр. Хотя он, конечно, вовсе не МК, не более не замка, у нас такого нет параметра. Он заметно больше. Но, тем не менее, все-таки, для качественного рассмотрения, эти приближения можно воспользоваться. Ну и вот дальше мы вот этим займемся. Сейчас, наверное, давайте сделаем перерыв, что ли. И после этого займемся как раз этим вопросом. Построим модель. Так, значит, значит, вот, мы пришли к тому, что мы будем, все-таки, пользоваться вот этим адиопатическим приближением. Хотя, значит, точного количественного результата ожидать хороших не приходится. Значит, ну, в этом приближении у нас, значит, гампетаниан есть сумма для частичного гампетаниана, вот этого, и плюс гампетаниан коллективного движения, который есть, ну, и сейчас мы добавим, значит, по гампетаниану H. Здесь вот этот H одночастичного, плюс H коллективного движения, который мы берем, в данном случае, из модели жидкой капли, куда входит альфа с точкой лямп-дамю, и генетическая потенциальная энергия, которую мы описываем колебания. Ну и дальше мы, естественно, поскольку здесь стоит сумма, то в логовую функцию мы пишем уже в виде произведения, что Пси есть, Пси зависит от координат, вот здесь координаты тут будет Кси, а тут координаты Пси от Альфа. Пси от Альфа. Пси от Альфа. Вот Пси зависит от, значит, если у нас нет вот этого будет связи, можно назвать связь между ними, в новом приближении, когда вы рассматриваете вот этот жидкой теорию движения, вы начинаетесь в случае, когда у вас есть сферическое ядро и колебательный брук. И дальше вы должны учесть влияние вот этого члена. Значит, если оценить энергию, мы видели, что у нас в модели осциллятора расстояние между оболочками дельта, 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 эпсилон, было порядка, там, 41 мл поделить на 13 или не 1 треть. То есть, 5 между оболочками было. Поэтому я напишу так, по порядку выше, если я сферми, делить на 13 или 1 треть. Это между оболочками. Теперь, а там еще расщепились уровни, и у вас есть ширина оболочки. Ширина оболочки, там, в каждом числе уровней тоже порядка, на треть каждой оболочке она растет. Поэтому расстояние между дельта, эмпсилон, между уровнями внутри оболочки, которые, вот это самое, дельта, эпсилон, эмпсилон, эмпсилон, то, что подделяет частоты луклона, это будет еще в асферме отнутри меньше. Эмпсилон термик поделить на а, стиле, дельтель. Значит, вот если вернуться к картине, к картине, которая была у нас, была у нас вот здесь нарисована, там, вот. Значит, что я иду? Вот это расстояние, вот это расстояние между оболочками, это, допишите, расстояние между оболочками, это как раз эмпсилон термин делить на а, стиле, дельтель. Ну и еще, вот здесь вот у вас, видите, число уровней, здесь немножко подрастает. Поэтому их число растет тоже, как а в степени 1 треть, поэтому среднее расстояние между этими внутри оболочки. Оно уже будет эпсилон термин делить на а в степени 2 треть. Значит, вот я вот эту величину. Ну и это расстояние, как вы понимаете, оно определяет частоту движения, поскольку в козиклассике частота, это есть расстояние между уровнем, соседние, в козиклассическом движении. Так, теперь, а что такое? Да, вот так. Теперь, аж это, это одно. Аж если пообщались, то поскольку эмпсилон термин порядка 40 кмф, а а в степени 2 третьих, она тоже величина того же порядка, чуть меньше. Получается, что там на тяжелых яграх вот эта зерка эпсилона, однотиптичная, порядка 1-2 муа. 1-2 муа. Так, типичное расстояние между однотиптичными уровнями. 2-3 муа. Дальше. А вот, а вот, если вы помните, частоты колебаний модели жидкой капли, они были в районе 3-х мэв в магических ядрах. В районе 3-х мэв где-то в магических ядрах. А 3 мэва это больше, чем здесь. Но это означает, что в магических ядрах у вас вот этого приближения агиопатического просто нет. Вот. На самом же деле, если вещь идет о деформированных ядрах, то там ситуация другая. Там, из-за того, что у вас есть вот этот вот член, у вас есть дополнительное расщепление между уровнями и в магических ядрах вот это расстояние, не, ну, если вы говорите о сферическом случае, тогда вот это правильная оценка. Но если вы вспомните реальную картину частот колебательных, то вы помните, что там есть провалы, которые там отличаются почти в 10 раз от этих значений от 3 мэв. То есть там десятки, ну, сотня капли. сотня капли бывает. Несколько сотка капли уровней. Эту картину, я думаю, что мы сейчас ее снова надо ее посмотреть, чтобы было понятно. Поэтому в реальности, конечно, параметр радиопатичности он есть. Он есть. что-то доброе. Пошло. Пошло. вот оно. Вот. Если мы вернемся к картине. Вот. Вот это. Вот это. Первые два плюсов уровня, которые являются фактически колебанием непорядности. Вот видите, вот здесь частоты могут быть заметно меньше. И на самом деле они всегда, но у них там порядка как раз вот этих, главная вот, не только в лесе магических. А на самом деле, здесь видите, вот они всегда меньше. Потому что тяжелых ядер, они вообще же заметно меньше. Заметно меньше, там где-то 10 раз. То есть в принципе параметр есть, хотя не такой, как в молекулах. Но если думать, что там, как в молекулах, там входила масса электрона и масса ядра, то здесь по аналогии можно сказать, что тут будет входить масса электрона и масса ядра. Масса электрона и масса ядра это значит единица на А отношение. Корень из этого будет единица на корень из А параметра. Но это на самом деле довольно грубо и надо, конечно, вот эти величины, расстояние между уровнями одночастичными и частоты колебаний. Ну вот, некоторый запас есть, поэтому качественная картина, она, конечно, у вас произведет, но точного количества на описаниях здесь достичь не удастся. Так, значит, пойдем дальше. Пойдем дальше. Значит, теперь, ну вот мы взяли волновые функции вот эти, и теперь мы должны, вот считаем, что у нас альфа-константы, и мы должны теперь найти поправку в сферическом уровне. Поправку в сферическом уровне от этого гометаниана. Значит, здесь зависимость от углов и зависимость от эротонка. Ну, Пси в этом смысле в сферическом мире тоже разделяется. Вот это, поэтому дельта епсилонос, для уровня с данным n и l, дельта епсилон, m, l, m, я так напишу, еще жим, а l, m, l, не будем написать, сколько энергия-то есть. Это будет, вот здесь мы взглянули, получили некоторое КПНЛ, отжимие от зависимости здесь. Горядная функция отжимие зависит практически. Ну и дальше стоит сведение по лям до нём. Альпа для лям до нём. И тут сведение от Y для лям до нём. По состоянию из данных M. По состоянию из данных G и P. Вот смотрите, какой вид эта величина имеет. Смотрите, какой она вид имеет. Значит, вот эта Y для лям до н, средняя, Оно описывает вклад частицы в мультипольный момент. Если вы помните, что в мультипольный момент, он был в каждой частице. Ну и там вот стоял интеграл. Интеграл с O от R на 3R. Но для одной частицы у вас это будет в C квадрат. Поэтому просто средняя по состоянию для одной частицы. Средняя от R на Y кг. То есть вот эта величина пропорциональна. Средняя от R на Y кг. Я тоже назову M одночастичному моменту. Одночастичному моменту порядка лямка. Порядка лямка. Ну и понятно, что если тут среднее значение стоит, то мы должны быть равно нулю. Всегда будет. Поэтому я пишу только лямки и не пишу ничего от нём. Ну всегда равно нулю. M лям до нём. Так. А вот если мы теперь подставим плотность сюда из капельной модели, то мы увидим, что вот эта величина, она описывает мультипольный момент, создаваемый колебанами. То есть мультипольный момент коллективный, лямбда будет пропорциональна альфа лямбда ноль. Альфа лямбда ноль. С каких-то крицетей. Так что вот это изменение энергии можно записать как произведение двух мультипольных, мультипольное взаимодействие его называемое. Мы можем её записать как некоторая эффективная величина такая. вот это я напишу корр, корр, а это одночастично, но можно написать, что это будет некоторая минус сумма по лямбда, здесь будет некоторая каппа лямбда ноль, эффективная на вот этот самый, м лямбда ноль, м лямбда s, p, на м лямбда корр. Вот такое выражение. Ну и вот это каппа, эффективная каппа лямбда n, оно будет равно, вот этот самый, 4i, если подставить все выражения, вот это будет каппа лямбда ноль, наше следующее, вот здесь, и поделить на 3a, на среднее от r степени лямбда, и на nоль степени лямбда. nоль степени лямбда вышла вот отсюда, чтобы получить альфа, r степени лямбда, оно ничто отсюда вышло, потому что здесь стоит r степени лямбда, ну и вот, а, а, кстати, тоже отсюда идет. Вот это такое эффективное взаимодействие. Ну вот. Значит, в первом порядке у нас μ должно быть равно 0, поэтому, поэтому, значит, если продолжать дальше вот этого числения, вот этого числения, если мы будем продолжать, то мы должны получить следующее. Мы должны получить, что дескать лямбда εmfgm равно минус kfnl наше. Так. Здесь стоит, естественно, сумма, сколько полянга остается. И... Так. λ0y это полинонная жанра с коэффициентом 2 λ плюс 1 поделить 4y. То есть степень 1,2. Здесь, так, средняя от полинонной жанра степень лямбда по состоянию в данном жанре m и на а полянга 0. На а полянга 0. Ну вот. Теперь давайте поконкретизируем. Первая деформация, которая имеет смысл, это квадрупольная деформация. Поэтому давайте мы оставим здесь просто квадрупольный член и сосчитаем вот эти средние. Вот эти средние. Так. Значит, смотрите. Значит, для квадрупольной деформации у нас стоит средняя от p2. p2 это 3 cos квадрат тета минус 1. коэффициентом одна вторая по-моему. И это есть величина пропорциональная qzz. qzz. Ну, поэтому давайте мы здесь введем этот коэффициент который оказывается разница следующая мы выразим через qzz где это ε n r r r r r r r а qzz r и знаменательно написать движение 1 и здесь стоит α2.0 α2.0 вот это для каждого поля деформации α2.0 теперь это среднее мы уже вычисляли по модели а зависимость от нее у нас пропорционально вот это среднее от узен z она пропорционально будет в величине 3m2 минус g на g плюс 1 минус 3m2 минус g на g плюс 1 я напомню, что у ик это было а на g и g плюс g к g минус 2 3m2 g на g плюс 1 g на g плюс 1 ну вот если zz компонент взять то здесь будет 2gz квадрат gz квадрат это m квадрат g на g плюс 1 2 3 выносим здесь 2 gz квадрат это m квадрат 2 3 выносим получаем вот это вот g 3m2 минус g на g плюс единице gm2 g на g плюс единице g и g например и здесь арка 2 ноль так, и что мы видим? ну мы видим, величина величина Капа у вас положительна мы R, D, U, P, D, R, это величина положительная поэтому, смотрят, что получается видно, что тут есть уровень, для которых R, D, E, A, P 還是? отрицательнее, если вот это выражение положительно а на некоторых оно будет положительное, если вот это выражение отрицательно на самом деле, еще тут есть знак α 2 ноль который может быть как положительным, как отрицательным поэтому если α 2 ноль отрицательная то выгодно заполнять одни уровни, если одни проекции заполнять если α2.0 положительно, то другие проекции то есть видно, что если m близко к нулю, близко к нулю, минимальное то это выражение отрицательно, это положительно значит α2.0, чтобы было выгодно, должно быть отрицательно но на самом деле мы, конечно, должны теперь добавить сюда потенциальную энергию колебания, потенциальную энергию колебания но в любом случае мы видим, что у нас вот эта величина β пропорциональна некоторой константе которая зависит от того, как вы посадили частицы сюда константа буквой β обозначили не умножить на α2.0 надо попробовать ну тогда видно, что полная потенциальная энергия колебаний она стала следующей у вас было, у АТ было равно α2.0 по модулю квадрате умножить на С2 по полу была такая вот потенциальная энергия теперь вы всегда должны добавить еще вот эту альфа 2.0 ну альфа 2.0 ну альфа 2.0, но действительно поэтому здесь модуль можно убрать ну и теперь видно, что у нас что получилось у нас получилось, что минимум теперь не нуле потенциальной энергии минимум теперь не нуле у нас появился линейный член, линейный сдвиг альфа 2.0 в результате того, что мы уклонно бегаем это выражение усредняется при фиксированном альфа у вас получилось, что потенциальная энергия будет иметь минимум смещенный от нуля то есть конечно есть альфа равный нулю но всегда у вас будет минимум которое определяется условием такой, что альфа 2.0 средняя будет равно минус это делить на c2 минус это делить на c2 минус это делить на c2 ну вот видите, что получается получается, что чем мягче ядро чем меньше c2 чем мягче ядро тем больше будет вот этот сдвиг то есть у вас получилась статическая деформация здесь уже в зависимости от средней по времени нет это среднее значение вот этого паралетра деформации альфа 2.0 то есть появилась статическая деформация у которой пропорционально вот в величине это и обратно пропорционально жесткости ядра жесткости ядра по отношению к деформации ну вот это есть ну как сказать количественно что ли выражение вот того утверждения что у вас движение на уклонов в результате давления на стенке приводит к появлению деформации приводит к появлению деформации то есть вот это вот количество что ли я не знаю построение вот эта модель показывает каким образом у вас возникает деформация в ядре что вот взаимодействие с колебаниями поверхности приводит к тому что у вас возникает статическая деформация но тут наша модель конечно очень грубая в чем грубость этой модели видна ну грубость модели на следующий факт смотрите во первых получается что у вас всегда появляется статическая деформация то есть было магническое ядро сферическое добавили один угол у вас уже появится деформация посадили его куда-то нужное на нужную орбиту с нужным м на самом деле всегда появляться деформация даже у ядра у которого один угол над кором над магическим кором на самом деле ситуация совсем не такая на самом деле у вас деформация реально появляется только тогда когда в оболочке или заполненной появляется несколько углов несколько углов и тогда переход бывает довольно резкий довольно резкий что вот если есть ядро в области земельных элементов у которых если вы посмотрите два соседних азотопа которые отличаются на два нейтрона то одно ядро оно практически сферическое а другое ядро сразу хорошо деформировано кое то есть два нухлона добавлены две н tropical уровни у вас резко меняют величину деформации второе все-таки смотрите Это среднее значение. Когда это среднее значение имеет смысл? Очевидно, что это среднее значение имеет смысл тогда, когда у вас его величина больше, чем амплитуда колебаний. Тогда можно выразить статические деформации. Амплитуда колебаний поверхности. Если у вас эта величина станет мало по сравнению с амплитудой колебаний поверхности, то как-то говорить о том, что есть статическая деформация, то приходится. Ну и кроме того, на самом деле мы предполагали, что деформация мала и пользуется теорией возмущения. Но если деформация появляется большая, то тогда просто теория возмущения неприменима. Задачу надо решать более точно. Но поскольку действительно деформация большая бывает, то есть вопрос, то эта проблема всегда есть. И поэтому на следующей лекции, которая у нас будет уже только в декабре, мы как раз вернемся к вопросу о том, как можно описывать, как можно работать в случае, когда деформация ядра большая. И такая простая модель, такое простое рассмотрение, оно неприменима. Ну вот я думаю, что на этом мы, наверное, сегодня закончим, потому что дальше уже идут длинные вычисления, которые сейчас не имеет смысла начинать. Поскольку они все равно за месяц вылетов из памяти полностью. Поэтому давайте мы сегодня закончим на этом. Итак, Леоныч, я возвращаюсь к 30-го. Это означает, что там где-то в начале декабря. Четверг-пятница, 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 четверг-пятница у нас будет еще шесть лекций. Ну вот, тогда на этом мы сегодня закончим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Леоныч